Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex & Play, мы продолжаем играть в мод Кейзердукс за Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Всё как обычно, и в прошлой серии у нас началась война с Германской Империей, вторая Советско-Германская война, и в прошлой серии мы неплохо так-то пробили Германию, и победили её вассал в Восточной Европе. Вот, ну и взяли Берлин, но единственная проблема, которая нас обморочила, наше продолжающее наступление, так это именно вступление Австрии в войну, это очень нам помешает, но я попытался сейчас войска распределить, надеюсь мы сможем хоть что-то сделать. Также я создал за кадром союз Дания, вот, с Ольгой Геггерс, и мы тут пытаемся сдержать натиск дивизии Респакта, ну и будем это продолжать делать. Надеюсь, в этой серии мы всё-таки сможем победить Германию и Австрию, хотя бы. Вот, ну а перед началом ролика я хочу порекомендовать свой второй канал, свой второй канал, да, у меня есть второй ютуб канал, где я делаю, называется Томас Шелби Эдитс, где я делаю эдиты по острым козыркам и Томасу Шелби. Если кому-то интересен этот сериал, кому-то интересны нарезки и эдиты по этому сериалу, то по ссылочке в описании я прошу вас подписаться на этот канал, всего лишь 28 подписчиков и 6 видео, и роста особого нет. Поэтому, если вас это заинтересовало, то обязательно подпишитесь и посмотрите эти видеоролики и поставьте лайки, и также, конечно же, прокомментируйте, потому что комментариев у меня под роликами здесь нет. Поэтому, очень вас прошу это сделать. Ну а теперь переходим к серии. Желаю вам приятного просмотра. Да, успехи появляются, мы уже Прагу тут взяли, пробиваемся потихоньку по территориям, ротация войск сейчас помогает нам это сделать. Очень даже неплохо, это хорошо. Все-таки австрийцы нам немножко помешали, но полностью нам помешать они не могут. Все, мы прямо, все, они начинают сыпаться, мы начинаем их пробивать. Так, тут я не знаю, можно попробовать оденься, вот это пробить. Хотя бы попытаться. И тогда будет все замечательно. Австрийцы еще на Сербию нападают. Вот это они молодцы, прям вовремя это делают. Что на Сербию нападают. Так ошибка грандиозная будет. Это они зря делают. Ну просто тут надо улучшать каждый раз снабжение, эти хабы. Тогда все будет замечательно. Все, богемия капитулирует. Например, уже. Ну, в общем, мы победим в этой войне все-таки. Все прекрасно у нас будет. Я уже, на самом деле, боялся, что у нас уже будут большие проблемы, но... Опа, мы пробились. Воденьте вот сюда. Надо только закрепиться. Часть войск отправить. Все-таки на разные участки, чтобы тут пробиваться. Ну, я думаю, что... Шести дивизий вот сюда атаковать хватит. Может, еще же у нас есть вот эти дивизии. Пускай они тут атакуют. Да, тут есть некоторые участки, где у нас есть определенные проблемы. Хотя не, мы, видишь, тут пробили вот эту укрепу. И нормально разносим. Так, и... Вот, уже тут под Веной находимся. Шаговой доступности, так скажем. Все у нас шикарно получается. Не знаю, только сможем ли мы Советский Союз создать. Что-то мне кажется, что ничего-то сломалось и не получится. Ну и все, мы тут уже Хассель берем. Германию мы тоже начинаем пробивать. А тут что-то у нас какие-то сложности, если честно, начинаются. Так, тут проблема, что фронт не нарисовать. Блин, ладно. Нас так-то и выбили. Падение Вены плохо. Ой, падение Вены хорошо. А вот это то, что мы тут оденемся, теряем, это плохо. Ладно, давай тут просто держаться. Ворону. Надо обязательно это делать. Иначе будут большие сложности. Хотя нет, сама Вена почему-то не пала. Странный ивент. Что падение Вены произошло на самом деле. Оно не особо-то произошло. Ну вот теперь мы можем. Вот сейчас вот падение Вены произойдет. Потому что мы Бадом взяли. Ивент теперь окружена. Это да. Это есть такое. Тут вот прям победы есть. Ладно, здесь, короче, мы будем просто стоять. Тут не пробиться ни хрена. Ну и фиг с ним. Так скажем. Ну и хрен с ним. Так, ну успехи довольно неплохие у нас. Мы уже вот тут. Австрию почти капитулировали. Осталось Венгрию капнуть. И все нормально. Германию, ну более-менее потихоньку мы начинаем давить. Ой, тут только высадились. Вот это плохо сейчас происходит. Но так в целом все нормально. Начинаем тут дальше пробивать Австрию. Причем очень даже неплохо. Успешно мы это делаем. Сейчас главное с Австрией закончить. И тогда все будет более-менее нормально. Так, тут давай просто 6 штук отправим на это подавление. А то видишь, тут нас окружили. А это не очень хорошо. Это плохо. Так, ну и в котле мы тут добиваем некоторые дивки. Все, Голица Ладомир капает. Прекрасно. Ну Австрия, я думаю, тоже скоро капитулирует. Вот мы закончим с этой войной здесь. Давай, тут быстрее надо этим завершать. Эти проблемы, решение этих проблем. В Германии тоже тяжело там идет наступление. Ну сейчас Будапешт тут надо пробивать, конечно же. Уже поскорее. 58 тут. Так. Ну ладно, сейчас давай добьем венгров. Потом будем уже думать, что делать. Давай тут можем добить Голицу Ладомирию. В Черновцах. Добьем вот эти немецкие дивизии тут. Австрийские. Так. Ну вот тут мы Австру потихоньку начинаем давить. Давай. Тут надо снабжение поставить, безусловно. В Грац, тут в Вене. Во всех этих городах нужно снабжение. Потому что иначе будет тяжело воевать здесь. Тут, тут, здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Везде, где можем, снабжение надо ставить. Жуков, я вижу, уже начинает немножко не справляться. Поэтому давайте ему тут отменим наступление. Скоро ротацию войск проведет. Тут остается венгров добить. Конец. И можно вот эти даже войска будут переводить на фронт с немцами уже. Здесь я будет легко очень. Так, ну вот, все. Мы ликвидировали венгров. Венгров и котел венгерский. Теперь у нас все в порядке. Теперь все у нас замечательно. Сейчас войска мы просто переведем. И начнем наше наступление на Германскую империю. Последнее наше наступление, которое приведет нас к победе. Я-то, думаю, намного сложнее у нас все будет. Но, видите, все намного наоборот. Все очень даже хорошо. И прекрасно. Да, одну дивизию тут мы потеряли, конечно. В одной из армий. Но, что поделать. Это война. Так, вот сейчас я не понял. Какого хрена. Какого хрена у меня Сербия все забрала. Что за бред-то? Алло. Что это такое? Сейчас я подправлю границы. Это бред. Вот. Вот это другое дело. А то бред какой-то был вообще абсолютный. Абсолютный дичайший бред. Который мне не нравится. Германия, ты скоро будешь еще капать? Ну да, они готовы на 61% уже. Капитуляции. Но то, что с Австрией произошло, это просто жесть. Не понимаю, как это возможно. О! В котел взяли тут. Группировку датскую. Так. Чувак. Давай. Тут надо закончить с этими дурочками. Быстрее. Как можно скорее. Не, ну Германия она не сможет ничего сделать. Скоро уже капитулирует. Все, крах, респакт. Это им за Брест-Литовск. Похоже, произошло немыслимое сегодня... Немецкие войска... Ну и с всякими... Мишурой мы там подписываем договор. Другие страны подписывают. Похоже, произошло немыслимое сегодня немецкие войска, сражающиеся в Европе, окончательно рухнули по тяжестью Красной Армии. Когда стало понятно, что бежать некуда, Кайзереву кабинет встретились и согласились, что полная капитализация в течение нескольких дней неминуема. Новость приводит к союзнику в полное замешательство, а структура предложена Альянсу Респакта полностью испарилась. Очевидно, что мировой порядок, существовавший с конца Первого века, вот-вот придет к огненному концу. Это им за Брест-Литовск. Судьба Австрии уже можем решать, но пока я не буду решать. Все-таки это... Все-таки давайте Германию добьем. В общем, мы потеряли 1 миллион 740 тысяч, немцы потеряли почти уже 8 миллионов от нас. Почти 8 миллионов. Сейчас это уже будет капитуляция, наконец-таки. Все. Блин, еще тут французы еще остаются, я не понимаю, почему они не капают. Придется их, наверное, захватывать. Ну ладно. Да, к сожалению, нам придется захватить некоторые страны, но тут, слава богу, они все в Европе, поэтому не страшно. Небесная Кокосовая Республика. Что это такое? Небесная Кокосовая Республика. Ой, слушай, чувак. Иди в жопу, да? Просто подпишем мир, я не хочу с какой-то там высаживаться еще, с каким-то Индокитаем воевать, который мне вообще нахрен не сдался. Вот. Прекрасно, прекрасно. Все забрали. Блин, Советский Союз пока мы сделать не можем, к сожалению. Ну да, Советский Союз мы сделать не можем. Ну, придется как-то потом читами делать. Или кто-нибудь знает это решение. Решение на создание Советского Союза. Тогда я это сделал. Ну, в общем, крак Германии. Произошел. Прекрасно. Это прям великолепно. То, что нам, в принципе, и нужно было. Так, давай тут одну дивизию, вот так вот я дам. А, ну и у нас ноль рекрутов, конечно. Это плохо, что ноль рекрутов. Ну, давай тут просто захватим французскую уже, это государство. Турадское. И дело с концом так. Давай, танки тут поедут. Ты не знаю, вот с этим говном разберись. Чуйков. Так. Значит, тут на Карл сруем. Хотя, давай тут просто добьем вот это вот говно мусорное. И все. Так. Ну и будем сейчас решать все землю переманования Кёнигсберга. Кёнигсберга. Так. Новооктябрьск будет называться. Кёнигсберг отныне. Вот так. Латвия. Мы, конечно, интегрируем латвийские земли. Швецию мы создаем как шведскую республику, шведскую коммуну. Вот такую вот. Так же мы создадим, давай. Так, белая рутения мы реинтегрируем, конечно. Польша. Ну, давайте создадим лояльную Польшу. Конечно же, польская народная республика у нас появляется здесь. Всё. Ну, вот это мы сейчас просто закатлим. Даже у этого приказы поломаются. У Чайкова. Но ничего страшного. Сейчас мы тут быстренько всех завалим. Ну, здесь я не знаю, куда пока подведём. Давай на Румынию пока подведём. Войска. Судьба Литвы. Реинтегрируем, конечно же. Судьба Эстонии. Давайте интегрируем. Эстонские земли. Вот так вот. Так, ну и Австрию можно в целом создать. Лояльную Австрию. Вот Австрийская республика вот такая будет у нас. Ну, в общем, как-то так мы поделили Германию. Все странные территории. И пока Франция будет моей марионеткой, когда мы уже пригласим наш Альянс Осоль-де-Мосли, Британский Союз, да? И пригласим ещё сюда потом Союз Советских Социалистических Штатов Америки. То, конечно же, мы тогда, ну, в войну вступим против Антанты. И потому что хочется сейчас хотя бы на Балканах немножко Айрон-фронт. Я тут создал вот этот железный фронт с Румынией, Италией и Сербией. Вот его хотя бы уничтожить. Потом ещё Королевство Испанию можно уничтожить будет. И уже потом после Королевства Испании, после ещё вот Истанбульского пакта, тогда можно будет вступать в войну против Антанты. Вот. Но пока не готов. Ну и плюс вы ещё напишите мне в комментариях, как всё-таки создать Советский Союз. То есть, именно мне надо знать тег этого решения на Советский Союз. Можно ли вообще так сделать, чтобы тег найти, вот этого решения на создание Советский Союз? Ну, как мы делали много раз. Вот. Либо я не знаю как, либо как-то по-другому создавать, просто через какие-то левые моды на создание наций. Создать вот Советский Союз. Не знаю. Потому что по-другому я не знаю, как сделать. Вот. Ну, в общем, как поделил. В общем, Кёнигсберг и Гумбинин в Восточную Пару себя забрал себе. Прешев, тут тоже Дрогобыч, Львов и вот эти территории западные забрал тоже себе. Получается, вот такая Польская Народная Республика отдал часть немецких земель ей. Также оккупирована Германия. Союз с Данией, мы уже показывали, шведская коммуна. Да, еще государство Норвегии нам надо уничтожить. Франция вот такая вот, получается. Австрия. Чехословакия. И Венгрия. Ну и также тут, давайте посмотрим, Бельгию. Люксембург. Потавскую коммуну еще создал. Ну и также нам достались колонии в Ост-Индии. О, ну да, Ост-Индия это у нас коммуна Нусантара. Тоже создал. Теперь у нас много резины. И вот такой вот у нас московский договор здесь. Уже довольно-таки мощный. Интересно, почему у Филиппины все еще независимые японцы их не захватывают. Ну, германской Остазе понятно, почему она выжила. Для Африка-то как тут еще жива. Это понятно. Вот. А так довольно-таки неплохо. В общем, надо будет сейчас немножко восстановить армию. Танковые поделать дивизии. Изменить на УБТшки, на основной боевой танк. Уже наш танки в целом. И он добавит тут еще Чайкова, одну пехотную дивизию. И все нормально будет. Вот. Вот. Ну, давай тогда Жуку тут загрузить пока уберем. Вот отправим на Италию. Как раз-таки. На Италию. И он будет разбираться тут с этим фронтом. Железным. Потому что надо сначала с ним разобраться. Разобраться со всеми врагами нашими бывшими. Укрепить свое влияние. На Европе. На Балканах. И тогда уже можно будет. Да. Тут на Ближнем Востоке. Влияние укрепить. В Турции. В Малой Азии. Ну, чтобы граничить уже и с Индией. Вот здесь вот. Ну, и граничить уже с Португалией. И готовить высадку на... В Южную Африку. В Южную Африку, говорю. В Северную Африку. Во Французскую Республику. Ну, здесь можно будет еще и с Ливией наступать. Поэтому так лучше все сделать более аккуратно и тщательно. Ну, и плюс еще тогда гражданская война закончится в Америке. Все-таки поможем. Немножко Ленд-Лисом отправим. И... Уже тогда, конечно же, начнем. О, фига себе. Франц-Осиф Второй сбежал на Аляску в Лихтутштейн. Но это ему не поможет. Мы только все отдадим Америке. Ну, и потом уже можно будет с такими вот огромными союзниками. С Британским Союзом. И с... США. Коммунистическими можно будет влететь на Антанту. И помочь как раз Британскому Союзу выиграть эту войну. Тяжелую войну. Ну, а на этом, я думаю, все. Не имеет смысла сейчас эту серию растягивать. Как раз-таки надо еще подумать, что сделать, чтобы Советский Союз все-таки образовался у нас. Конечно, обидно, что тот наш вильнюсский мир все нам сломал, если честно. Ну, вот. Это очень печально, что он нам все сломал. Вот. Ну, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, обязательно комментируйте. Ставьте лайки, пишите комментарии от четырех слов. Это помогает в продвижении видео. И знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи. И пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.